Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Гремлин Серж, и это прохождение игры Nevermeet. И у нас четвертая серия. Опа! Ладно. Поехали гоняться за этой фотографией дальше. Мне вот интересно, я должен как-то извернуться, чтобы ее поймать, или рано или поздно мы ее все равно получим? Пока что у меня такое предчувствие, что я занимаюсь фигней. Полнейшей. Но с другой стороны, мы все ниже и ниже и ниже во всей этой катавасии лезем. Что я должен понять? Скажи мне, что я должен понять? Скажи мне, что я не могу понять. Хм. Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Я вот вращаю мышку Видите, и словно мы крутимся Да, мы крутимся, но толку от этого никакого! Черный экран у нас! Я вот сейчас играю словно на пианино на клавиатуре Я нажимаю все, что могу И сохранения нету, значит все-таки что-то у нас приключилось Прервать сеанс Что-то у нас пошло не так Это кажется первый раз, когда мы Вышли Не закончив Дело И вот если мы выберем пациента 72 процесса Активировать отпечаток Идем И где же это нас сейчас выбросит Нужно было валить в холодильник И не выпендриваться Активировать Активируем Активируем Отлично Активируем Да, что-то Мы не делаем Небра Не взял Небра Я всегда любила Которые Я ненавижу Безусловно Я не люблю Я считаю, что я всегда Я немного Возвращаюсь Я ненавижу Возвращаюсь Как люди Возвращаются Я не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь Особенно в последнее время Я, в чём-то, я не знаю, нормально До того, как несколько лет назад, после моей мать Это было, когда... ...состоятельно начали снять Ты чувствуешь, как... ...состоятельно смотрят на тебя? Как, когда ты в комнате, и все знают что-то, что она не может говорить Я не знаю, я не знаю, когда я в окружении людей Я не знаю, что она не видела, как мать убила... ...своего мужа Она всё это видела, но как-то забыла Но подсознательно Сознание начинало переживать По этому поводу И... ...паниковать И из-за этого у неё сложилось впечатление Что, типа, все люди что-то знают Но молчат Так Вы хотите нам сказать, что мне снова в гараж? Или нет? Да... Я могу открыть гараж Но... Я сначала попробую эту дверь Её мы открыть не можем Ладно, пошлите мучиться с гаражом С тем лабиринтом Я не знаю, что мне делать Буду мучиться А что ещё остаётся? А что мне ещё остаётся... ...делать? Так, свет к нам вернулся Так, свет к нам вернулся Ну, вы тознавые Да ё... ....баные Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какая прелесть А вы Хотели бы оказаться в этой комнате? Так Я видел дверь Вон там вон у нас, видите, закрытыми глазами дверь Ну что, можно мне взять? Ложь Страх Ну ладно, на выход Ладно Но все равно Нет, хотя нет Вот эта комната с головами Это, наверное, самое жуткое, что я пока что видел Да, меня очень сильно выбесили орущие головы в гостиной Но, скажем так Это было не критично А вот эта вот безумная комната с орущими головами Вот это да Так, а у нас открылся соседский домик Нет, выпустите меня Ну, понятное дело Понятное дело А нам, кстати, последняя фотография осталась И мы почему-то ее ищем в соседском доме И там даже мне кажется Я уже стал паранойкой, или там? 7, 5, 9 Ладно Пошлите Опять эта классная комната Добро пожаловать Здравствуйте Вы мой троюродный брат с сестрой? Ладно Ну, знаете, вообще-то это невежливо Вообще-то это невежливо Так, стоим Дышим Отдышались Знаете, на кого они мне сейчас напоминают Кто играл, в общем, в настольный хоккей Или футбол Знаете, вот это Двигать А, ладно Привет, дядь Ладно 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 И опять это гребанное молоко Хм Все, успокоились Лук Армия Блин, зачем я это все читаю? Я все равно ничего не понимаю Понимаете Понимаете, даже вот такие вот Наипростейшие Фразы я не пойму Как я не понимаю, что мне здесь нужно делать Ни с чем я взаимодействовать не могу Или мы сюда просто должны были прийти Посмотреть на вот все это Безобразие И все О-о-о-о, ребят Это Безумие А мы можем взять Взять И ты у нас Крутанешься досюда Ну хорошо Хорошо И вот как раз через одно И поехало колесико у нас Здесь у нас все будет Немножечко по другому Ставим И ты у нас Тоже через одно Ну и сюда И теперь ты у нас нормально крутишься Да Ты у нас крутишься Но Медленно Да Нет Открыл глаз Я так и знал Что это глаза Ладно Ладно Теперь ты Раз крошка Два крошка Три крошка Три крошка И четыре крошка Мы вроде сделали Сделали По минимуму Нет Не сделали мы По минимуму Понятное дело Что здесь нужно Побольше Кружек Ну и что Теперь ты нам Раскочегаришь Давай Быстрее Крути Быстрее 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 И гроб у нас Там На заднем фоне Открылся Нам отсюда Подойти Что это Папа Ест А что он А Все таки Было самоубийство Хотите мне сказать Да Ну то Что это Было Не авто Ну ладно Хотите все таки Все списать На самоубийство Да Вот И вероятнее всего Все знали Что это было Самоубийство И все на нее Вот так вот Смотрели А она не понимала Почему все на нее Так вот смотрят Из-за этого у нее Вырабатывалась Паника Это еще Более Тошнотворно Чем обычно Получилось Чертовски Тошнотворно Так У нас Все 10 фотографий Собраны В дом Нас Не пустят Как и не пустят Туда Ну ладно Давайте Займемся Сортировкой Воспоминаний И здесь У нас Уже Будет Не проверенный Так Это я Устраиваю Чаепитие Было так Жарко Помню Не очень Хотелось Пить Нужно Это Нет Папа Со своими Письменами Он никогда Не хотел играть Со мной После того Как почтален Приносил Новые Письма Мама Больше всего Любила Пить Виноградный Сок Для Взрослых У него Был Жуткий Запах Мама С папой Никогда Не Было Дома Я Была Довольно Одинока Мама Сказала Так Это Тоже Наверное Вычеркиваем Мама Сказала Папа Погиб В автокатастрофе Она Была Так Печально Она Ненавидела Вопросы Об этом Это Я Пытаюсь Налить Молока Я Устроил Такой беспорядок Не Нужно Мама Всегда Махала Папе Рукой Ладно Не Нужно Я Иду Наверх Папа Обычно Работает Наверху Может Он Пособирает Со мной Пазлы Если Он Не Очень Сердит Но Молчание Что Это Папа Ест Есть У меня Предположение Что Это Финал Сюда Мы Поместим Что Папа Ест Она Поднималась Вот Вот Я Сейчас Ступил То Что Мамы С Папой Нет Дома Это Мы Точно С Вами Не Видели А Мы Должны Все Это Воспринимать Вот Я Устраиваю И Вот Сюда Неправильно 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 так на место а если мы сделаем вот 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 так и вот сюда нет ну понятное дело что нет я думаю эпогеем должно быть вот это потом идет вот это и вот что же у нас здесь про одиночество я не помню не было она достаточно одинокой у нас здесь что же нам делать так сюда 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 так одну фотографию мы потеряли но смысла от этого не но ну ладно давайте пробовать разные варианты нет и работы поехали дальше самое главное что егут вот здесь я уверен вот это уже под сомнением знаете так немножечко я не уверен но вот это хотя бы хоть в какую-то логическую цепочку складывается ладно давайте подбором нет конечно поехали дальше значит папа все-таки покончил жизнь самоубийством так мы уже собирали нет ладно поехали дальше тоже нет странно все это это тоже нам не нужно но это было и логично это тоже нам не нужно но это было и логично нет а если мы возьмем и поменяем вот эти карточки местами логично логично так тут вообще-то по факту я бы наверно вот так вот поставила но нет и это не действует постойте тебя сюда нет зачем ты мне и мне не нужно так сюда 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 и все закончилось мамином алкоголизму а ведь это было логично ладно а если мы вот так вот сделаем и закончим все маминым алкоголизмом вот так вот и вот так вот происходит игра я специально не отключаюсь для того чтобы вы насладились мне очень хотелось пить так теперь я вспоминаю однажды я играла в чаепитие во дворе и я захотела пить я пошла в дом налить себе стакан молока он выпал у меня из рук и молоко разлилось на пол я пошла сказать маме но она принимала душ поэтому я пошла к папе он был наверху в своей спальне а когда я открыла дверь у него был пистолет во рту он посмотрел на меня и застрелился он застрелился это было просто ужасно я не могла вспомнить что произошло наверное поэтому мама придумала эту историю про автокатастрофу чтобы я никогда не вспоминала но мне кажется я всегда знала что это ложь я всегда знала а вот это вот вообще жуть да о том что он видел что на него смотрит его ребенок его девочка и он взял и все равно спустил курок понимаете ребята я не тот приверженец о том что типа о суицид это плохо о нельзя сводить счеты жизнью нет я считаю что это в принципе один из вариантов если у тебя действительно все настолько плохо понимаете да все мы люди подвержены инстинктом инстинкты как бы наше все и инстинкт самосохранение тоже очень высок и понимаете если у человека все настолько плохо что он способен приглушить инстинкт самосохранения то я думаю тут осуждение излишне но именно в этой истории я не знаю из-за долгов понимаете самое главное что а ушла бы жена были бы у него судебные разбирательства долги все продолжим нет ну да жена пилит но настолько я не знаю но это это история отличная мне все очень понравилось так ну конечно же я не вижу смысла а а расширенная нейро зондирование производить вот не вижу смысла кстати тут есть а схема Схема мозга. Вот. Может по нему нужно ориентироваться? Ну ладно, мы не будем пока что заниматься всем этим. Так что мы, наверное, сразу же начнем пациента 418. Пациент номер 417, нейроисследователь доктор Митков. Бездомный помещен в клинику после эпизода неадекватного поведения в общественном месте. Говорил бессвязно и вел себя агрессивно. Предполагается наличие психологической травмы. В прошлом стандартный опрос перед нейрозондированием оказалось невозможно провести должным образом. Ах, хорошо. Давайте начнем. Но я, как обычно, отключусь, почищу память, покурю. Ну еще что-то плескается. Заварю кофе. Вроде до рассвета у меня еще минут 40-час есть. Но до полного рассвета, когда будет уж совсем светло. И смысла играть не будет. Так что, так. Вот. И в продолжении размышлений по поводу правильности или неправильности. Суицида. Я, конечно же, понимаю, что меня могут взять, да, и закидать, осудить за такое мнение, что, да, я как бы не вижу в этом ничего плохого. А ведь многие скажут, типа, вот человек только о себе и думает, подумал бы он о близких, которые о нем заботятся, которые его любят. Но понимаете, в чем вся проблема? И вещь, которая является для меня показателем. А я разделяю то мнение, что человек, существо достаточно эгоистичное. И, как говорил Джек Шепард из сериала Lost, живем вместе, погибаем по отдельности. Это проблема людей в том, что они тебя любят. Если ты не можешь покончить жизнь самоубийством из-за своей любви к кому-то, это дело одно. Но, а если ты никого не любишь, то флаг тебе в руки, действуй. Ладно, я все сказал. Теперь мы берем и идем выручать нашего бездомного. И если мы такие ужасы повидали от лица девочки, то мне страшно представить, что мы увидим от лица бездомного, у которого, наверное, и в реальности жизнь не самая райская. А если сейчас еще и под всем этим... Однажды вам стоит отправиться в ад вместе со мной. Я монстр. Нет, нет, это они монстры. Все называют меня больным, но на самом деле это они больные. Их жалобы о пропущенных вызовах и плотности простыней. Считать нити в простынях. Считать. 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 Считать ошибки. Считать ошибки. На ошибках кровь. На ошибках кровь. На ошибках кровь. Мои ошибки. Моя кровь. Не моя кровь. Не моя кровь. Почему это не моя кровь? Я не спас мир. С какой стати спасать этот проклятый мир? Что такое... Боже мой мир, чтобы спасать его? Ну, парень не многословный. Много чего-то он мне не сказал. Он вообще мне ничего не сказал. Ой. Но думаю, будет весело. Он... Он поехавший, ребят. Понимаете? Он окончательно поехавший. Фух. Ладно. Давай грузись. Быстрее, быстрее и быстрее. Ну, как я и сказал. У таких людей, у самих жизнь не райская. А мы сейчас еще все это под призмой больного сознания будем изучать. И судя по тому, что загрузка так долго идет, что-то я чувствую, что мы офигеем просто. От того, что нас ждет. Мы просто офигеем. Ну, загрузка не двигается, я не знаю. Ну, давайте, конечно же, подождем на толку. Точнее, толк-то есть, а игра-то загружается. Но... А я все чувствую сильнее и сильнее, что я вот просто настолько устал, что, возможно, сейчас эти последние 10-15 минут будут действительно последние, и я лягу спать. А да пройду я эту игру как-нибудь в следующий раз. Либо закончу днем. Так уж и быть. Посмотрим. Потому что именно такую свободную ночь, когда я могу полностью все записывать, у меня редко выпадает. Ладно, давайте я поставлю на паузу и дождусь, когда закончится загрузка. В итоге помогла только перезагрузка. Но что-то эта перезагрузка помогла только увеличить эту синюю полосочку. Но добравшись до этого экрана, почему-то все снова зависло. Пока у меня бандикам включался, все зависло. Блин, я не знаю. Давайте я опять поставлю на паузу и еще подожду немножечко. Наконец-то, спустя несколько минут, да каких несколько минут, 10-15 прошло, я успел почистить зубы, покурить, походить туда-сюда, перезапустить игру заново. Наконец-то мы смогли загрузиться. Наконец-то мы смогли оказаться под мостом. Самое, что главное, знаете, интересная вещь такая. У меня тоже есть одно место. Это там, где я жил. В деревне у себя. Там тоже есть одно место, классное. Где я... Любил тусоваться под мостом. Вообще, под мостом своя атмосфера такая. А, свой дух. И, на самом деле, неудивительно, абсолютно неудивительно, что так долго все это прогружалось. То, что здесь нам показали целый квартал. Целый квартал со всякими подворотнями. И здесь подворотня. Изучать и рассматривать здесь можно вечно. Вот, ракета. Сейчас полетим на ракете вверх. И все у нас будет хорошо. Самое главное. Меня, что больше всего сейчас печалит. С одной стороны, брось свое будущее в огонь и вернись обновленным. С одной стороны, я понимаю, что здесь уже мы больше половины игры. Ну, или хотя бы половину игры мы преодолели. И осталось-то здесь чуть-чуть-то, в принципе. Так, ладно. Эту банку мы можем куда-то впихнуть. Но этим мы займемся чуть-чуть попозже. Сейчас давайте обойдем... ...всю территорию. И вообще определим, куда мы можем с вами пойти. Ну, блин. На самом деле, я сейчас просто тупо оббегаю улицу, не зная зачем. А потом начну еще шкериться по разным углам в поисках дверей. Ладно, мы обошли улицу, остались только подворотни. И давайте с них начнем исследование. Так. Дверь запертая. Сейчас, вероятнее всего, этот квартал обойдем с вами. И закончим. Серию я пойду спать. Вот. И как раз закончу свою мысль. Я понимаю, что осталось чуть-чуть. И хотелось бы, наверное... ...закончить игру окончательно. Чтобы, знаете... ...не мучила... ...мысль... ...о том, что... ...мне нужно что-то закончить. Но, с другой стороны, я понимаю, что я уже чертовски сильно устал. Мало того, что я записываю уже, наверное... ...с часов... ...с 15 дня. Я записал целое прохождение для своего канала. Так, еще... ...я записываю еще и это. И достаточно много записал здесь. Ладно. С этой подворотней вроде разобрались. Ничего, кроме как... ...открыть мусорку мы не можем. ...возвращаемся в начало. Вот. Этот мужик нам абсолютно не дал... ...никаких намеков на то, что же его беспокоит. Так, что мы будем просто вслепую... ...упираться... ...и искать. Вот просто вслепую. Мы ничего абсолютно не знаем... ...из того, что нас здесь ждет. Прямо какой-то на самом деле даже с Саленхилл. Напустите здесь туманчика... ...и какую-нибудь мясистую живность пустите по улицам бегать. И Саленхилл. Какой-никакой. Несмотря на то, что Саленхилл вроде как... ...больше... ...все-таки... ...такой пригородный город. Но как минимум локации, которые мы рассматриваем. Так... ...я курсирую от двери к двери... ...и толку никакого. Так, вероятнее всего туда мы как-нибудь да попадем потом. Пока что мы можем насобирать кучу-кучу банок. Но что нам это даст, я так и не понимаю. Солнце уже практически встало. Что... ...наверно наводит уже небольшую тоску. Потому что видно меня уже хорошо. Видно меня хорошо. Ладно. Мы реально облезли уже практически все. И я до сих пор не могу представить, за что мы можем зацепиться. Ну конечно же ты мне не дашь зайти на горку. ...каруселька... ...каруселька, карусель, карусель... ...фонтан. И который говорит о том, что типа Брось свое будущее в огонь А я не хочу бросать свое будущее в огонь Вот Есть у меня предположение о том, что мы должны бросать сюда банки Ну давайте закончим обход Хотя это глупо на самом деле То, чем я здесь сейчас занимаюсь Но не хотите ли вы мне сказать, что я должен абсолютно все банки собрать Это же дичь полная как бы Непонятно ничего Так, что-то новенькое Новая подворотня Новая подворотня А самое, что печальное В том, что нам придется каждую вот эту гребаную банку носить по отдельности Реально нам придется каждую банку носить по отдельности И неизвестно, сколько нам еще их носить придется Блин, это какой-то дурдом Ну вот, стрелочка есть Может сюда нам? Нет Ну, это последняя дверь Ладно Ладно Возвращаемся к банкоприемнику И начинаем Собирать банки 530 Ладно У нас счетчик на 533 Вот мы возьмем банку И, конечно же, поместим ее сюда И получили мы с вами Монетку А куда мы можем кинуть эту монетку? Фонтан Ну ладно Продолжим Откроем эту мусорку Ничего Дохлая крыса Окей Окей Нам не привыкать Мы сейчас Пытаемся примерить на себе Шкуру бездомного А думаю Бездомные Достаточно Часто Видят Всякую Мертвую Улич А, кстати Сюда-то мы не заходили с вами Да Сюда мы с вами Не заходили Но это все равно Толку никакого не дало Ладно Пошлите по ближайшим мусоркам Здесь ничего В подворотне Ничего Вот здесь у нас Аж три банка Хорошо Я буду очень долго ржать Если Мне Придется весь район Зачищать От этих банок Ну знаете На самом деле Это весьма еще даже Так Кто спер мои банки Это мой квартал Где этот бомж Который спер Мои банки Я Ему найду Накостыляю Ладно Ладно Пошлите Значит Вот сюда И Ищем Еще Одну Урну Вот Здесь у нас Есть Что-нибудь Здесь У нас Есть Баночка Вот У меня Такое На самом деле Предположение Давайте Думать Логически Три монеты Вероятнее всего Мы должны Сделать Три Монеты То что Одна упала Посерединке Одна Упала Справа А сейчас Должна Упасть Слева Да Вот А такие Автоматы На самом деле Достаточно Хорошая Вещь Знаете В каком плане Помести Да Вот Помести Такие вот Что Что Ковины На улицах Которые Выдавали бы Там Я не знаю Хотя бы По рублю Бездомные Ж Да И другие Люди Реально Будут Брать И зачищать Улицы Для Того Чтобы Заполучить Мелочь Не придется Сильно Долго Много Клянчик Нет Ты просто Можешь Брать Собирать Всякий Мусор И Получает За это Денежку И Я Я Прекрасно Знаю О том Что В принципе Бездомные Так и Зарабатывают Но Они Несут В какие-то Приемные Пункты Вот Не всегда Их Еще Найдешь И так Далее Да И с Каждым Годом Все Больше И Больше Банки Умирают Мои родители Никогда Меня Не понимали И что Вы хотите Мне сказать Что теперь Я буду Разбирать Подростковые Комплексы Нашего Бездомного Так Здесь У нас Стоит Фура И она Нас Никуда Не пустит Ладно Ясно Ясно Остается Значит И сюда Здесь Все Заколочено Я просто Сейчас Обойду Примерно Определюсь Куда Нам Идти Несмотря на то Что игра У меня Уже Начинает Жутко Предполагать Но Оно То В принципе То И Понятно Оно То В принципе Уже Наверное И Понятно Ну и На самом Деле Вправду Какой-то Салент Хил Ребят Можно Погреться Ладно Но На самом Деле Больше Эпогей Когда Знаете Уже Подбираешься К Финалу Салент Хила И Уже Начинается Вот Такой Вот Непонятный Сербор Перестаешь Различать Кого Спасаешь А Кого Уничтожаешь Никогда Не чувствуешь Себя Хорошо И Никогда Не чувствуешь Себя В Безопасности Ты Не Принадлежишь Ты Ошибка Они Боятся Тебя Ладно Ну ладно Ребят Давайте На этом Мы Наверное Закончены Здесь Какая-то Загадка Ну ладно Давайте Ей Мы Займемся Потом Сейчас Давайте Сохраним Процесс И Вот Здесь Вот Закончим Будем Вот Сейчас Любоваться Вот Этой Барыш С вами Был Гремлин Серж И Если Вам Нравятся Эти Серии Нравится Это Прохождение Несмотря На То Что Оно Не Идеальное Ну Надо Было Мне Записать Такую Игрушку И Несмотря На То Что Технологии Мне Не Позволяет Ну Ладно Если Вам Понравилось Это Видео То Поставьте Ему Лайк И Напишите Какой-нибудь Комментарий Ну А Также Переходим На Таурус Гейминг Ревайвал И Подписываемся На Него И Смотрим Выходящее На Нем Видео От Меня И Других Лейтсплееров Ну А Я Вам Говорю До Свидания